Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать школьную форму в Adobe Illustrator. Я уже открыла Adobe Illustrator. У меня выбрана ткань, из которой мы будем, соответственно, эту форму делать. И открыт шаблон младшего школьника по пропорциям, чтобы я их правильно собрала. Потому что, когда мы говорим про детей, то здесь у нас постоянно меняющиеся пропорции. То есть у совсем маленьких деток голова намного больше, туловище меньше. Чем старше становится ребенок, тем ближе он приближается ко взрослому состоянию. А во взрослом состоянии голова умещается 7,5 раз в росте. Соответственно, здесь вот еще такой промежуточный вариант. Это наш младший школьник. Что мы первое сделаем? Мы сначала будем рисовать черно-белый макет. После этого мы перейдем к заливкой тканей. Так, я сейчас нарисую линию центра, чтобы она у меня была, мне было удобно. После этого заблокирую слой, на котором у меня нанесен шаблон. И приближу, это очень удобно в Adobe Illustrator, чтобы мне было удобнее детально рисовать. Один такой момент. Мы будем рисовать симметричное изделие. И в связи с этим я могу рисовать одну половинку, потом вторую отзеркалить. Поехали. Рисую я перышком, работаю я на обычном компьютере. У меня ноутбук Dell G3. И рисую обычной беспроводной мышкой. Никаких дополнительных планшетов, ничего сверхъестественного. Этого вполне достаточно для работы с эскизами. Итак, поехали. Мне нужен вид до коленки. Выбираю перышко. И первое, с чего начну, с центральной части. У меня это будет сарафан для девочки. Сразу говорю, что все линии, которые мы будем проводить, их потом можно править. Поэтому, если вдруг у вас что-то не получилось сразу с первой попытки, в этом нет абсолютно ничего страшного. Мы сможем каждую линию, которую мы провели, потом исправить и доработать. Поэтому не переживайте. Я сейчас намечу общий контур. И потом буду поправлять кривизну линии. Можно подержать и нажать перышко. Для того, чтобы у нас вылезла дополнительная панелька. И мы бы с ней могли работать. Я теперь кривизну корректирую, чтобы она у меня была так, как мне. Более актуальна. Инструмент опорная точка позволяет вот такие вот прекрасные кривизну все-таки делать. Поскольку это сарафан, пройма таким вот образом у нас обозначается. Так, насколько у меня ушла точка от вертикали. Посмотрим. И здесь линию полузаноса я сейчас подвину. Как помним, шаблон я сейчас тронуть не могу, потому что я его заблокировала. Юбочка чуть ниже коленки. Потом, если мы решим, что нам нужно покороче, мы всегда сможем это видоизменить. Сейчас рисуем просто черно-белый каркас. Так, подкрайной бачок. Соответственно, сильно прилегающий он нам не нужен по линии талии. И вот здесь уже можно включить маленькую хитрость. Делаю нахлестом, чтобы у нас получилась идеальная состыковка. Мне понадобится обработка контуров окном, обработка контуров панелька. Выбираю все, разобрать, правой кнопкой мыши разгруппировать. И получаю вот такую детальку. Она абсолютно идеально у меня сюда подойдет. Вот таким образом. Теперь у меня сюда пришивается еще одна часть. Вот таким образом. Можно вот эту точку немножко подвинуть. Чтобы вам было более наглядно и понятно видно, что я рисую, я сейчас залью белым. Вот смотрите, то, что у меня сейчас получается. Соответственно, все точки, все линии, которые есть, я могу двигать. Собственно, сейчас этим и занимаюсь для того, чтобы выстроить основу. Вот таким образом. Вот эту точку хочу немножечко поднять. Что я бы дополнительно добавила. Нам нужен кармашек. Я сейчас приближу. Сразу мы на половинке отрисуем все эти детали. Вот такой у нас будет кармашек. И обработаем его тоненькой планочкой. То, что у нас вот это все лишнее вышло, мы сейчас поправим. Это не нужно. А вот эту линию нужно откорректировать. Смотрим. Так, и вот здесь тоже чуть-чуть опустить. Вот такой у нас будет кармашек. Сюда заложим одну складочку. И тоже по низу изделия это будет отражаться. Нам нужно добавить точку. Все-таки мы рисуем ткань. Сюда. И сейчас делаем некоторый выгиб. Вот так. И эти точки тоже поправим, чтобы они стояли на месте. Это будет тень. Это будет не сама складка. Это будет тень. А складочку мы прорисуем дополнительной линией сейчас. Так, сейчас я тень обозначаю. Она будет только с цветом заливки и полупрозрачная. Вот так. А здесь мы обозначим сейчас линию. Именно складки. Складка будет идти отсюда. Вот так. Линия складки. И в кистях можем в обводке настроить ее вот такой красивой линией. Она будет более мягко, более интересно смотреться. Вот здесь нам тоже надо с вами добавить легкий выгиб и тенюшечку. Для того, чтобы красивее смотрелось. Сейчас мы все добавим. Так вот выгибаться будет. И тогда сейчас добавим небольшую тень. Можно даже не полностью. Вот только здесь кусочек. Вот так. Потому что она здесь тоже такой вот складочкой будет накладываться. Вот у нас основная конструкция получилась. Теперь давайте мы ее раззеркалим. Раззеркалим. Берем инструмент. Зеркальное отражение. Ставим на центральную линию точку. Начинаем вращать. Для того, чтобы правильно повернуть, нажимаем кнопочку shift. А кнопочку alt, чтобы скопировать. После этого отпускаем кнопку мыши. И отпускаем кнопки на клавиатуре. Вот она у нас встала. Теперь перемещаем на задний план. Монтаж на задний план. Правой кнопочкой мыши я это сделала. Вот у нас получилась вот такая конструкция. Теперь нам нужна на ней застежка. Будем делать пуговку. Берем, рисуем ellipse. Я зажала кнопочку shift. Таким образом у меня ellipse получился. Кружком. Теперь то же самое с shift и alt. Отпускаю кнопку мыши. Ctrl-C. Ctrl-B. И вот так с shift и alt сдублировали. Теперь нам нужно нарисовать точечки. Выбираю инструмент поворот. Нахожу центр. И от центра на 90 градусов поворачиваю shift. Нажимаю alt. Пускаю кнопку мыши. И теперь повтор данного действия. Ctrl-D и Ctrl-D. У нас с вами получилась пуговка. И у пуговки у нас должна быть еще вот так вот выходить петелька. Я сейчас рисую крупно. Потом мы это все сделаем помельче. И оно встанет на свое место в эскизе. Вот таким образом будет выходить петелька, на которую она будет застегиваться. Сгруппировываем все это вместе. Уменьшаем. И делаем толщину обводки 0,5. Потому что очень толсто. Вот смотрите, мы можем расположить пуговки. Раз. Два. Крупновато. Сейчас я помельче сделаю. Пуговицу можно взять готовую фотографию. Раз. Два. Раз. Два. Что я делаю? Я смещаю вниз. Либо можно сделать сейчас вариант двубордный. Выберу сейчас все, что есть. Сделаю чуть помельче. И давайте сейчас уберем лишнее. Раз. Два. Три. Четыре. Смещаю в сторону. Шифтом. Альт. Выпускаю. Все действия абсолютно одинаковые. Вот так. На сарафанчик красиво встанут пуговки. Вот таким образом у нас получился эскиз. Там внутрь у нас станет обтачка. Соответственно никаких отстрочек не будет. И по низу будет, скорее всего, подклеено. Либо можно проложить строчку, если она нам требуется. Смотрите. Вот у меня получился сарафанчик. Могу теперь пока убрать фигурку, которая у меня там сзади лежит. Она мне дает именно пропорцию понимания. Естественно, если мы будем данный эскиз пропорционально выводить и переводить на другие возраста, у меня немножко изменится пропорция. Это нужно понимать. Я сейчас опущу немножко пуговицы, чтобы они доходили до талии. Выбираю пуговицы. Нижние только. С шифтом. И теперь вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Клавишами просто. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И еще две. Хочу, чтобы они на талии остались. Раз, два, три, четыре, пять. Можно так, можно через автор распределения сделать. Я обычно делаю вот таким образом. Что нам еще нужно сделать? Нам нужно подрисовать спинку. Потому что если мы смотрим без фигурки, то нам потребуется спинка. Она у нас будет просматриваться. И какой там будет вырез, тоже надо все это посмотреть. Но вырез будет. Это же сарафан. Скорее всего, он может носиться, например, на аппарадные мероприятия с белой блузкой. А в повседневной носке он может носиться, например, с водолазкой. Что будет достаточно комфортно. Если это будет полушерстная ткань или шерстная ткань, то ребенку в ней будет комфортно. Теперь вот у нас есть черно-белый эскиз и есть цветной эскиз. Мы сейчас его с вами попробуем залить реальной тканью. Я нашла фотографию в интернете. Это не моя какая-то ткань. Если вы сходили в магазин, купили, вот у вас есть эта ткань. Либо у вас есть поставщик, который предоставил вам ткань. Не всегда же мы сами ее разрабатываем. Вот мы ее взяли. Сейчас я из этой ткани вытащу рапорт. Рапорт здесь достаточно просто читается. Вот смотрите. Например, вот от этой точки до этой точки у нас с вами идет рапорт. Сейчас мы его попробуем вычинить обычным прямоугольничком. Смотрите. От одной до другой. Немножечко есть наклон. Это не очень здорово. Поэтому я сейчас чуть-чуть поверну. Мне нужно, чтобы у меня получилась заливка этой тканью. Соответственно, нужно подстроить таким образом, чтобы оно получилось красивой заливкой. И вот здесь можно чуть-чуть сдвинуть вот так. Давайте посмотрим, какая будет заливка, если вот так выбрать. Беру теперь вот этот квадрат, который я нарисовала. Перекладываю его на самый зад моего документа. Монтаж на задний план. Точнее, не документ, а слоя. Убираю у него цвет контура и цвет заливки. То есть он просто без ничего. Выбираю все вместе и перетаскиваю в панель образцов. Теперь посмотрим, что у нас с вами получилось. Рисую прямоугольник. Залился контур. Выбираю заливку. Вот такая ткань. Стыкуется она не очень хорошо. Тогда мы сейчас кое-что поправим. Так, монтаж на задний план. Давайте попробуем создать обтравочную маску. У нас с вами что не стыкуется конкретно? Давайте посмотрим. Вот эти вот линии у нас не стыкуются. Вот смотрите. И это сразу бросается в глаза. Это сразу видно. Я немножко не докрутила. Отменить обтравочную маску. Сейчас мы поставим цвет. Потому что я немножечко не докрутила. Вот так. Еще раз создаю обтравочную маску. Это для проверки. Иногда получается прям ровно. Иногда приходится поколдовать. Совпало, зато здесь разъехалось. Возможно, идеально фотографию не получится собрать. Так. В общем, нужно найти какой-то баланс нам. Потому что я сейчас не прорисовываю ее самостоятельно. А беру из готового. В принципе, если рисовать самостоятельно, то там такая вариация исключается. Но я хотела именно показать, если мы будем использовать готовый вариант. Вот так получше немножко. Все равно есть несовершенство. Но оно вполне допустимое. Монтаж на задний план. И опять создаю из нее заливку. Все, это мне не надо. Давайте проверим еще раз заливку. Все равно сейчас будет какое-то смещение. Но да, получше. Получилась вот такая ткань. Так. Переходим к нашему с вами эскизу. У нас будут элементы, которые залиты. Я рисовала специально замкнутыми контурами. Соответственно, вот мы можем применить. Очень большой масштаб. Что я могу сделать? Могу сделать двойной клик. И снизить размер. Можно еще понизить. Если мы понимаем, что это реально будет смотреться в таком масштабе, мы оставляем. Если нет, мы можем еще там дополнительно поколдовать, посмотреть пропорцию. Хорошо. Я считаю, что этого достаточно. Что у нас здесь? У нас здесь с вами есть тени. И тени мы сейчас сделаем более активными, чтобы их было видно, и чтобы они давали о себе знать. Мы их вытащим на передний план. А вот это вытащилась не тень, это вытащилась линия. Вот. Монтаж на передний план. И дадим им пожестче, поярче, по цвету, чтобы они читались. Потому что на черно-белом эскизе они и так хорошо читаются. Здесь мы их сейчас пожестче выделили. Пуговки. Тоже. Сейчас обозначим. Я думаю, что здесь, скорее всего, будут либо темно-синие, либо темно-зеленые пуговицы. Сейчас мы вот что сделаем. Я возьму образец ткани и вот этот цвет оттуда вытащу. Он будет идеально все дополнять. Вот такой он темно-сине-зеленый. Соответственно, этот цвет вполне может быть цветом спинки, цветом бочков, цветом дополнительных элементов. Вот этот цвет вот сюда. Не заливку создать, а именно цвет. Вот я его сделала. Так. Делаем обтачки. В принципе, наше изделие готово. Можно еще дополнительно сделать, чтобы было более визуально читабельное наш эскиз. Это сделать цвет контура светло-сером. Таким образом, мы подсветим эскиз и будет лучше читаться его конструктивные особенности. Сразу всплыли тени. Мы их сейчас помягче сделаем. Так, сейчас я приближу, не видно, что там у меня происходит. Так. Это тень, это тень, это тень, и это тень. Немножечко их сделаем помягче. Поскольку они нам перекрывают линии, они дают вот такой не очень красивый оттенок. Значит, мы их сейчас уберем назад. Нажимаю Ctrl, и квадратная скобочка это то, что у нас буква Х в русском языке. Вот так. Видно нам те они? Нет, не очень видно. Сейчас мы их тогда поярче. Это всегда настраивается индивидуально под каждый конкретный цвет, под каждую конкретную заливку. Поэтому всегда оно вот так вот индивидуально. Вот. И в принципе мы с вами получили хорошую, красивую визуализацию нашего с вами школьного платья. Дальше, используя этот шаблон, вы можете нарисовать еще комплекты, дорисовать брючки, жилетки, пиджачки, все остальное. Но это вот пример того, как можно рисовать эскиз в Adobe Illustrator, используя шаблон фигуры для того, чтобы получить правильные пропорции. И используя вариант готовой ткани, специально взяла фотографию и его залить, его применить, чтобы посмотреть, как ваше изделие будет смотреться. Потому что я здесь сделала там синий-зеленый цвет, да, вы можете оригинальные пуговицы поставить на изделие и оригинальную ткань туда тоже внедрить. На этом все. Обязательно рисуйте сами, пробуйте, присылайте мне ваши варианты. также не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео и подписаться на мой канал, будет еще много всего интересного. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.